Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу вам рассказать о нескольких прецедентах, в результате которых американские морпехи стали гораздо реже брать японских солдат в плен. Часть этих случаев даже попала в памятку американским военнослужащим, дабы они всегда были на чеку. Вообще, японцы действительно применяли разного рода хитрости, начиная с банальных вещей, как ложные атаки, заканчивая тем, что по ночам они кричали как петухи или гиены для подачи условных сигналов, а также стучали по бамбуку, имитируя стрельбу. Про эти хитрости я, возможно, запишу отдельное видео. Но за что американцы действительно не взлюбили японских солдат, так это за их практику продолжать бой даже после сдачи в плен. Ситуации, когда японские солдаты поднимали белый флаг, а затем подрывали расслабившихся американцев, возникали неоднократно. Одним из самых показательных и первых примеров стал так называемый патруль Гетге в августе 42-го года во время боев за Гуадалканал. Японский прапорщик сообщил американцам, что японские солдаты готовы сдаться, и американский патруль высадился на берег реки. Естественно, японцы сдаваться не собирались. Из 25 американцев в живых осталось всего несколько бойцов, которые рассказали о страшной картине, как японцы калечили тела мертвых и издевались над ранеными. Это был весьма отрезвляющий душ для американских солдат. Обычной практикой для японцев было сначала сдаться в плен, а затем при приближении американцев закидать их гранатами или совершить самоподрыв. Некоторые японцы даже разговаривали на английском, заманивая своих противников поближе. Часть японских солдат притворялись мертвыми, а после того, как мимо проходили американцы, стреляли им в спину или бросали гранаты. Японцы также звали медика на английском языке, переодевались в английскую или американскую форму, что вносило дополнительную суматоху. Сэмюэль Моррисон в своей книге рассказывает, что подобные инциденты происходили неоднократно. Дополнительно приводится пример, когда раненый японский солдат на Гуадал-канале схватил скальпель и вонзил его в спину хирургу, который пытался прооперировать его и спасти. Или когда выживший в морском бою у острова Велья-Лавелья схватил оружие и убил матроса, в тот момент протягивавшего ему чашку кофе. Все эти случаи, естественно, раздражали американцев и ожесточали их. В результате морпехи добивали раненых солдат, а также дополнительно стреляли в мертвых или притворявшихся мертвыми. Особое подозрение вызывали группы японцев, желавших сдаться в плен. Здесь уже, как говорится, не до благородства.